всем привет вы на канале мистэмплей мы продолжаем симулятор ресторатора кафе назовем это так я не знаю как он правильно называется что у нас в прошлом выпуске мы кухню себе сделали кассой нам теперь надо стол и мне не нравятся эти красные полы вот это поворот да тогда нравились сейчас не нравится так что давайте наверное я начну с замену полов сразу пробежимся я не знаю почему музыку куда-то делать вот вот наверно паркет надо обычный давайте вот здесь попробуем вот светлый паркет он нормально будет и кое-как я по нему возможно смогу ориентироваться по линиям чтоб ровно все ставить странно что они сделали то что а вот вот эту часть я оставлю красный чтобы жаровых пятен было меньше видно так вот так светлее намного лучше посмотрите как полы влияют хотя ровно в итоге поставил вроде бы ровно так что нам надо два стола для посетителей поставить я вообще сразу ставил сандра для обоих и подготуда вот это живая например вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Странно как-то, блин... Я бы такое заведение не зашел... Два стола стоят... И такая большая кухня на два стола... Так... Наймите работника на кухонный стол и установите две лампы... А, кстати, освещение... Да вообще потолки поменять... Но давайте пока это... Так... На кухню по-любому... Блин, у нас сто... Это надо вытяжку сдвигать... Секунду... Передвинуть... Что за фигня... Ты подключен... На кухню подходит вот это вот... Так... А что так высоко... Она ниже должна быть... Нет... Сюда надо что-то другое... Сюда уже надо вот что-то вот такого типа... Вот здесь это... Так... Ну... Вот так тогда уж... Хотя не очень ровно... Вот так... Так... А сюда мы повесим... Наверное, в какой-нибудь вот такой вот... Да, вот чтобы блюда были подсовечены... Но не слишком... Хотя получается по-любому слишком... Вот так... Все... Нанять двух работников... Всего двух... Они будут справляться так... Назначить работника... Ваши сотрудники... Для некоторого оборудования требуются работники... Чтобы назначить работника... На это рабочие сперва вам нужно нанять его в разделе менеджмент в планшете... Затем вы сможете его выбрать и назначить в этом меню... Для некоторого оборудования требуется работник, чтобы... Это то же самое, понятно... Менеджмент, да... Так... Менеджмент... Выбирайте лучших работников, чтобы заказы выполнялись быстрее... Ваши посетители всегда были довольны... Коммуникабельность влияет на стоимость ваших блюд... Чем выше этот показатель, тем больше шаг, что кассир предложит посетителю дополнительные блюда... Мотивация со временем падает... Выбор за вами... Заменить немотивированного работника новому или заплатить ему премию, чтобы показатель вырос... Все это влияет на скорость работы... Так... Хатханту... А, че, других вариантов нету? Коммуникабельность, мотивация... 14 долларов в час... Ева, блин... Ну, скорость работы вообще убогая... А, че, все? У вас есть, откройте планшет... А, где? Акономатически списано... При следующей оплате счетов... Вы избираете начисление, просто оплачиваете вовремя... Окей, а какие счета? Счета... Электричество, 40... Газ... Блин, а... А, можно свет вырубить? Выруби, блядь, свет! Нахрен ты его сейчас жжешь? Я не понял, че за меня хатхант на это... У меня так мало времени на... Не, ну это херня... Там было лучше, да, 14, но зато, блин... Здесь мотивации нету, здесь коммуникабельности никакой, куда я ее поставлю? Ну, вот 12, ну давайте возьмем, а то, я так понимаю, я иначе никого не возьму, тут сколько-то секунд дается... Странный хатхант, если честно, он не должен так работать... Ну и вот тебя... Так... Далее, назначить работника... Скорость работы 6, коммуникабельность... Так, коммуникабельную по-любому надо на кассу... У нее мотивация, а вот у тебя мотивация... Оливер, ты иди сюда... Назначить работника... А почему не могу? Установите 2 биотуалета на улице... Э, а... А работника на кассу? Ау, блядь... Почему закрыто? Пятый уровень надо? А нахрена я тогда этого нанял? Зачем нанимать так рано сотрудника, у нас еще ничего нету... 2 биотуалета на улице... Где туалеты? Туалет. По 500 баксов долбанулись. Где там дверь-то у него? И зачем их сразу два? У меня что, работник пришел на работу и сразу обосрал все? Всем обосновано. Откройте заведение и обслуживайте 50 клиентов. А, я на кассе сам буду стоять, типа. А как открыть заведение? Так, чтобы открыть заведение, открой планшеты. В правом нижнем углу нажми красную табличку. На данном этапе развития ресторана ты должен сам принимать заказы на кассе. Нажми Е. Наведи прицел на кассу и выбери нужное блюдо в меню. После выполнения пятизаказа правок будет пройден. Вы открыли заведение. Чтобы перемещать оборудование, наймите новых работников. Вам нужно... Чтобы перемещать... Чё, чё, чё? Наведите прицел на кассу и выберите... А чё у меня не открылся-то? Заведение открыто. Вы открыли, чтобы перемещать им. Хорошо, я понял. А чё, ты где е-то? Или просто мы ждём? Чувак, мы ждём, походу. Мне вообще похуй. А чё ты такой стоишь, это? Знаю, столько продуктов закупил. Народ, а вы придёте, нет? Кто-нибудь сегодня будет? Ну, я не знаю. Для начала закройте, освободите помещение. А, то есть я сначала должен... Не, ну чё, ну тогда ждём, я так понимаю. Я, если честно, не пойму, я всё нормально сделал. Гена, ведите на кассу и нажмите Е. Ну, я на кассе. Где блюдо? Чувак, готовь блюдо, блядь. Кирилл, ты стоишь. Деньги утекают. Посетителей нету. А, он, кто-то идёт, идёт, идёт. К нам гости, к нам гости, внимание, к нам гости. Давай, шинкуй, шинкуй. Пепперони, давайте, блядь, два пепперони мне, срочно, блядь. Пепперони, да, шоу, блядь. Здорово, спортсмен какой. Пипперони. Чувак, сейчас я разберусь. А это я, если чё, я не это, я не это имел в виду. Нет. А, во, надо было. Так. Индейка, что с тобой делать? Вы можете принимать столько заказов, одновременно, сколько у вас кухонных столов и работников на них. И чё, новый заказ. А, и я здесь должен выбрать. Так, индейка. А где у меня индейка? Индейку. Готовое блюдо. А чё за сирена? 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Ты готовишь? Блин, я бы другого работника поставил, нахрен мне другого. Там что-то происходит. Следы. Иногда посетили могут отсылать следы, чтобы поддержать чистоту, швабру. Ладно, не сейчас. Ладно, и так сойдёт. Пюре. Чтобы принять больше заказов, купите больше кухонных столов и нажмите работников. А когда индейка будет готова? Чувак, через сколько индейка, блядь? Мне швабру ещё надо купить. А я не могу купить швабру, пока я не закрыт. Почему мне не сказали сразу, что мне нужно будет швабру купить? О, заказ готов. Показать готовые. Take. Держите. Ваше вот так. Слушаю вас. А, пюре. Пюре у нас в... Я не пойму, почему такое распределение. В другом? А, ну правильно, в другом. Всё. Чувак, готовишь? Готовь пюре. А что ты, блядь, не можешь? Не, ну заранее не готовят. Готовят надо из-под ножа готовить, это понятно. Блин, меня не радует то, что я не могу это... Сейчас, ну ладно, давай хотя бы несколько, вон, четырех обслуживаний. А что такое? Ну заранее нет свободных столов. Посетителям негде есть. Так, ребят, вовремя выходить. Короче, я понял, надо больше столов всё-таки ставить. Это надо было два якобы для обучения. Но раз мы начинаем полностью работать, надо подготовиться. Надо ещё один кухонный стол туда поставить, раз мы на кассу не можем. Рейтинг вашего СРНа самый важный показатель. Не сейчас готовы взять... Держите ваше пюре. Какая-то херобуда на улице происходила. Нам что-то говорили, что это, что самое важное, что есть. Ну короче, немного листвы нанесла, нанесла эта буря, но ничего страшного. Я не знаю, есть ли смысл задний двор мести. Ух ты, стекло, блядь, его разбило. Какое-то мы хреновое место выбрали для кафешки, тут стёкла бьются. У нас посетитель. Давай. Пицца пепперони. Пицца пепперони. Пицца пепперони. Пицца пепперони. Они намного убра. Пицца пепперони. Продолжение следует... 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 что заказ какой то есть заказов прогрессе нету никакого заказа а у блять игра заведение закрыто никого нету я с тобой уже что-то сделать домой тебя отпустить не надо его сеткой нет о все готово так значит мы ставим еще одну плиту по крайней мере деньги вроде пока позволяют где плита вот так да далее ставим розетку сразу для нее то это случилось хочу розетку не могу поставить за хрень течет кто это стопудов бомжара вчерашний который это которому я 7 баксов не дал сволочь он блин меня на тридцатку в итоге разорил да не пойму чего а у розетка можно поставить значит ты запитать сюда бы я сюда стол еще один в миль лестница не вместится так стол 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 кухня блин а он причем чуть-чуть не влезает если как-то компактно сдвинуть все она компактнее не двигается блин ну не хочет она компактнее двигаться я могу сделать так придется как-то и схищряться ставить его вот так почему его нельзя открытая кухня с видом все нормально блин почему такая хрень вот почему я уже сюда не могу поставить вот сюда могу а сюда не могу поставить вот так он мастер шоу чтоб показывали меня бесит что я зарплату сейчас еще плачу за все это время может их реально выгоднее уволить пока ничего не делают я не пойму как тут работает привязка к местности для установки этого всего а ну-ка а если так кабель дотянулся дотянул о отлично все блин а почему не впритык а не впритык потому что там розетка типа да ну ладно черт с ним так у нас есть два работника надо столов еще надо побольше столов мебель здесь что у нас будет просто за этим сидела один человек давайте тогда сделаем знаете как мы же здесь сделали да во первых освещение надо не забыть блин а тогда вытяжка хреново находится секунду передвинуть уйди на от примерно на место слагаемых не должна сумма меняться вот так передвинуть вот вот все вот это мне уже нравится далее лампу так все освещено отлично далее блин денег не так много осталось но да ладно мебель вон там на веранде я хочу поставить вот такие столы хотя далеко сейчас ставить смыслов не имела особого мне придется сюда бегать давайте вот так стол а я смогу там пробегать или нет вот сюда стол нет здесь такой неудобно ходить мне будет ну либо официантом в будущем вот это что это такое это предмет за которым едят и туда надо будет стулья барные ставить или как коврик надо поставить еще почему не могу только внутри типа ну вот так в руках все такое так ну давайте еще какие-нибудь тогда мебель поставим потому что если не будет количество сидящих ну для посетителей мест тогда понятное дело мы ну если посетителям негде сидеть когда ясен фиг у нас не будут эти торги так значит освещение надо надо чтобы было свято свет это залог успешной торговли так секунду у нас тут надо мне денег деньги сейчас кончится вот эта проблема еще ковры потолки надо потолки посветлее декора конечно не хватает ну надо делать светлое но при этом надо декорировать помещение а вот эту стенку я разве не могу сделать то же еще вспомнить какие у меня обои использовались а вот они нет нельзя так значит надо здесь с освещением что-то у вас не оплачены счета окей сейчас оплатим так лампы вот так вот вот так вот да а здесь надо освещение на потолочное сделать например вот так вот так вот они ровно нифига ну пойдет так у нас раз два три четыре пять шесть то такое а чё за хрень что вы искрите вы в негодность пришли или чё или дыма до хрена чё они искрят чё им надо-то вы по ходу это испортились да давайте другие поставим не датчики надо ставить по-любому разная датчик они по ходу испортились так 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 блин денег очень мало осталось наверное стоит уже начать я хотел еще пару столов поставить здесь попытаться по крайней мере вот таких вот 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 сюда вот стол еще один не слишком близко к кухне будет придется как то вот так ставить ну и вот так так все два освещения добавляем а то и так я слишком уж много всего делаю возможно это все переделывать придется так я какие освещения вот такие лампы здесь использовал блин не и не туда нихрена ладно переставлю так и сюда вот так так тебя передвинуть вот вот так так блин ладно чтоб еще чуть на кухне было так принципе у нас все готово к открытию да получается получается да мусорка 26 процентов так давайте по территории пробежимся посмотрим все ли у нас чисто почему ты по умолчанию когда ты убери ты кто-то фундамент не покосил блин мексик мне всего 1000 осталось а я надеюсь продуктов у нас хватит а у меня наверное он светится 8 мест для ремонта да сейчас проверим восьмерка семерка до семерка семь каких-то еще проблем есть блять а где эти семь проблем где крысы тараканы и пять мест для уборки еще так ну фундамент везде целый чок на крыше что ли что-то ё-моё на крыше в серьезно типа грязная крыша быть крышу над три две проблемы а ну вот они две раз два все да да и пять мест с мусором каких-то вижу не надо сетку вот грабельками грабельками да убирай ты он не убирает он не убирает эту листву убрал это странно как-то раздавайте уберемся и наверное на этом у нас сегодня получается мы попробовали стартанули не скажу что у нас не получилось просто поняли то что мало слишком у нас столов и всего остального я надеюсь очень что продуктов у меня хватит я могу где-то посмотреть количество продуктов в холодильнике меню тут нужны большие уровни вот он кстати куриный суп до пятый уровень нужен я не знаю как поднимается уровень я так думаю когда посетители мы обслужим этих еще 44 посетителя но но на этом в принципе все всем спасибо кто смотрел не забываем ставить лайки комментировать подписываться также вступать в группу вк там выходит расписание моих вцпф и стримов если хотите поддержать бусти либо на талерс на бусти выпуски выходят раньше а на этом на сегодня все всем спасибо всем до следующих видео всем пока а